ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня столицу края накрыла пыльная буря. Сильный ветер принес частицы песка со стороны аэропорта. В итоге новые кварталы города за короткое время оказались в непроглядной мгле. Полевой буря словно в пустыне. Барнаульцы активно выкладывали в соцсетях фото и видео природного явления. Некоторые сравнили бурю в Барнауле с кадрами из фантастических фильмов. А одна из интернет-подписчиц рассказала, что ее ребенка чуть не унесло. Между тем, сильный ветер предсказывали синоптики. Они на два дня, 20 и 21 августа, передали шторм прогноз. По всему региону ожидается усиление ветра. Местами до 25 метров в секунду пройдут дожди, грозы и возможен град. И сегодня же в Барнауле произошел крупный пожар на Меланжевом комбинате. Горел ткацкий цех, огонь повредил крышу здания, кровлю и перекрытие. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На место ЧП оперативно выехали 8 машин и 22 огнеборца. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. В результате пожара никто не пострадал. К другим темам – миллионные долги после увольнения. В такой ситуации оказалось больше 30 мужчин из Барнаула. Все они работали в автотранспортной фирме и под нажимом директора оформляли на себя крупные кредиты для развития компании. Предприятия давно нет, руководитель осужден, а деньги продолжают требовать с тех, кто оформлял кредит. Анастасия Драган продолжит. Один кредит брался, потом затем брался другой, гасился этот. И, в общем, вот эта вот махинация, она крутилась, крутилась. Большие живые деньги – такая схема развития действовала в автотранспортной фирме, где Андрей Бушманов проработал несколько лет. Его директор Андрей Сартаков якобы убеждал брать на себя кредиты всех подчиненных – водителей, слесарей, механиков. Заем люди всегда оформляли в зернобанке. В 2015-м у него отозвали лицензию. Но Андрей по бумагам продолжает быть должен. 10 миллионов рублей, Владимир – миллион. У меня было две фирмы, сейчас арестованы капиталы, ничего не ведется. Жена – нет, она не работает. Двое детей, она с детьми сидит. В юридической ловушке 32 человека. Несмотря на то, что директора предприятия уже судили за мошенничество, люди третий год отстаивают свою непричастность к пирамиде. С юридической точки зрения в договоре подвоха нет. Единственное, что эти договоры заключались только для того, чтобы снять какую-то уголовную ответственность с Артакова и с неустановленного сотрудника зернобанка, с кем они задумали вот эту махинацию по воровству денег. Потерпевшие считают, что на их стороне железный аргумент о фиктивности кредита, его условия. Миллион брался на 2-3 месяца под справку о доходах в 30 тысяч рублей. Тем не менее, в уголовном деле потерпевшим признан зернобанк, а 32 заемщика просто свидетели. Дальнейшие действия и вообще порядок взыскания уже это, скажем так, за пределами рассмотрения настоящего уголовного дела и будет все это решаться уже в гражданском правовом характере. Адвокат одного из непризнанных потерпевших Мария Доценко считает, что гособвинение недоработало в защите людей. Ведь по приговору 31 миллион долга должны списать с Артакова. При этом деньги снимают из его сотрудников. Выходит в банку двойной куш. Но адвокат уверена в успехе дела. По одному из двух вариантов защиты. А признание кредитных договоров недействительными. В силу обмана и заблуждения, потому что это установлено приговором суда, признание их незаключенными ввиду безденежья. Потому что тем же приговором суда было установлено, что физические деньги не были в обладании работников. То есть они передавались от работников банка непосредственно к виновному. По словам Марии Доценко, судьбу дел бывших заемщиков мог бы решить прецедент в суде. Адвокат надеется на положительный исход. Первое заседание по делу ее подзащитного назначено на четверг. До конца этой недели в алтайских типографиях напечатают почти 2 миллиона избирательных бюллетеней к выборам губернатора Алтайского края. Сегодня Крайсберком представил журналистам первые экземпляры бланков. Бланки двух видов. Для стандартного голосования с прозрачными урнами и для волеизъявления с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Отличие лишь в том, что последние имеют специальную ограничительную рамку, которую считывает КАИП. Фамилии кандидатов в бюллетене расположены в алфавитном порядке. Также указаны сведения о кандидатах и разъяснения о заполнении бланка. Бюллетень будет считаться действительным, если на нем стоит в левом верхнем углу подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печать соответствующей участковой избирательной комиссии. Ирина Акимова также подчеркнула, что проголосовать можно только за одного из четырех кандидатов. Если избиратель укажет несколько, бюллетень сочтут недействительным. Напомним, выборы губернатора края пройдут 9 сентября. Тем, кто будет голосовать впервые, таких в этом году порядка 10 тысяч, подарят Конституцию Российской Федерации. Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности жителю Барнаула на территории Бирюзовой Катуни. Напомним о трагедии, которая произошла в особой экономической зоне 15 июля, мы рассказывали в одном из наших выпусков. 35-летнему мужчине на отдыхе стало плохо, он вызвал скорую. Прибывшие медики в госпитализацию отказали, лишь поставили обезболивающее. На повторный вызов, когда состояние Дениса Крупского ухудшилось, скорая просто не приехала. По дороге в больницу уже на следующий день мужчина скончался от перитонита. В ходе расследования уголовного дела предстоит установить наличие причинно-следственной связи между оказанием ненадлежащей помощи сотрудниками медицинского учреждения и гибелью потерпевшего. Следствием ждется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. Смертью Дениса Крупского стала прободная язва. Кстати, если помощь оказать оперативно, человека в такой ситуации можно спасти. Между тем, его супруга и мама до сих пор не могут поверить, что все их планы на жизнь рухнули. В Алтайском крае выплачено более 175 миллионов многодетным семьям, каждые от 5 до 7,5 тысяч рублей. Эти средства предусмотрены на покупку школьной и спортивной формы, обувь, канцелярию, ранцев и не только. Наш корреспондент встретился с семьей, которой такая поддержка остро необходима. Что сегодня можно купить на пособие из краевого бюджета? Расскажем в следующем сюжете. Пиджак-полоску, жилетку, рубашку зеленую, ремень новый. Сын Максима и Анастасии Захватовых почти готов ко второму классу. Глеб самый старший из троих детей в семье. Но даже одного его одеть к школе, говорит мама, затратно. Многодетной семье повезло. Им положено выплата в размере 5 тысяч рублей на покупку школьных товаров для ребенка. А вот родителям первоклассников семь с половиной. Но и такая поддержка далеко не всегда покрывает даже половину расходов. Если полный комплект покупать, костюм, например, деловой, спортивный, если с канцелярией, рюкзаком и прочее, то больше 10 тысяч. Это как минимум, если еще с обувью идет. У меня подруга тоже, например, говорит, минимум десятка. По моему мнению, 10 тысяч для того, чтобы полностью собрать ребенка в школе, ну, конечно, не хватит. Нужно купить и вещи, достаточно такой большой, да, комплект, скажем, набор предметов, канцелярию. Все сейчас достаточно дорогостоящее. Если посмотреть на средние цены в магазинах, одни туфли стоят около 2 тысяч рублей. Водолазки, жилеты, брюки, юбки порядка тысяча. Ранец до 5 тысяч рублей. Если детей несколько, сумма увеличивается в разы. Для многодетных семей в Алтайском крае предусмотрено 11 видов пособий. Но получить их все может не каждая многодетная семья. Учитываются доходы, число детей и другие критерии. Одно из массовых является это ежемесячное пособие на ребенка. На каждого дошкольника из многодетной семьи это размер 713 рублей, а на школьника свыше 1000 рублей. Несмотря на то, что до начала учебного года осталось чуть больше недели, пособия на школьные товары еще продолжают выплачивать. Родителям необходимо принести в соцзащиту удостоверение личности, свидетельство о рождении детей, справку на школьника и документ, подтверждающий совместное проживание. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. Детские игровые и спортивные площадки в Алтайском крае небезопасны. Об этом свидетельствуют результаты проверки прокуратуры края. Ведомство организовало ревизию после нескольких несчастных случаев. Один из них произошел в прошлом году в Барнауле. Третий классник после похода в популярный батутный центр сломал позвоночник. А буквально месяц назад еще один ребенок получил травму на детской площадке возле дома. Посмотрев около 400 площадок, прокуратура выявила почти 700 нарушений. Среди самых распространенных отсутствие своевременного ремонта игровых зон, ненадлежащее содержание, несоблюдение правил эксплуатации и многое другое. За нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли 52 человека к административной. Унижают, морят голодом и тратят пенсию. Так обращаются с 91-летней жительницей Барнаула и ее родственники. Об этом сообщила женщина, проживающая с ними в одном подъезде. По ее словам, бабушка гембрезгует любой едой, которую ей приносят неравнодушные люди. Наш корреспондент решил разобраться, что на самом деле происходит в этой семье. Весь подъезд знает долгожительницу Марию Тихонову, которая каждый день часами сидит на этой лавке. Жители подъезда говорят, что только тут 91-летняя бабушка может вдоволь поесть. По словам пенсионерки, дома ей запрещают даже войти на кухню. Есть у нас бабушка, ветеран Великой Отечественной войны. Мы всем подъездом ее подкармливаем. Даем поесть, и она ест, как в последний раз. Ей даже открыть холодильник запрещают. В семье явно не все в порядке. Она боится все и всего. Да и как-то я выглянула, смотрю, у нее коробочка сока и булочка. Как оказалось, бабушка и вовсе не ветеран войны. В 40-е годы работала доярка в селе Старая Суртайка. Осенью 91-летняя бабушка туда уехала, никого не предупредив. На автобусе, на такси или автостопом – неизвестно. Сегодня ее дочь Зинаида Анатольевна приехала с дачи. Бабушка же говорит соседям, что их дача сгорела. Возможно, историю о голоде она тоже придумала. Я когда хочу, тогда ем. И сколько? Я сама хожу на ниши, хожу в магазин, хожу в киосок. Зачем врать-то? Так подозрения неравнодушных соседей превратились в огласку на весь город. Новость мгновенно разлетелась по соцсетям. Но только семье известно, что на самом деле происходит в стенах их квартиры. В таком возрасте отклонение какое-то. Вот, грубить стало. Говорю, ты что, мам? Она у меня одна. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. Нелегальные гости. Некоторые жители Барнаула не чувствуют себя в безопасности даже дома. Одну из многоэтажек с недавних пор атакуют крысы. Домочадцы говорят, куда только не обращались, но коммунальщики поводов для беспокойства не видят. Пошел запах в подъезде. Ну, мы думали, что канализацию затопило. В общем-то, вот соседи спускаются. В общем-то, не по той причине мы пошли в элеваторный узел мужчину и попросили посмотреть, у ли у нас там нормально. И там обнаружили дохлую крысу. Сюда, уверяют жители, грызуны проникают через двор из соседнего здания старого барака. Дело в том, что в их доме находится продуктовый магазин. Именно поэтому, рассказывают барнаульцы, от крыс нет спасения. Больше других страдают жильцы первых этажей. Грызуны оккупировали подвал. Едкий запах от трупов распространяется по всем подъездам. Владельцы квартир дома с номером 92 по улице Смирнова несколько раз обращались в управляющую компанию. Мы получили отказ полный, вы жители должны сами это все убрать. Но мы пошли на принцип, просто действительно на принцип, потому что, ну как так, почему мы должны это убирать? Мы платим по 800-700 рублей в месяц каждой квартиры. Санитарная обработка в нашем доме никогда не делалась. Эффективность работы отечественных геологов вырастет в разы благодаря барнаульским инженерам. Они разработали и накануне презентовали новую буровую установку. Модель создали на заводе «Алтай Геомаш». Эта мощная буровая установка предназначена для добычи твердых полезных ископаемых из скважин разных типов, вертикальных и наклонных. Как отмечает завод-изготовитель, машина способна конкурировать с иностранными аналогами, при том, что большая часть комплектующих отечественного производства. Мы взяли показатели, конкретные показатели лучших иностранных машин и поставили задачу себе их перекрыть. Эта машина, я повторяю еще раз, практически состоит из тех узлов и агрегатов, которые делаются у нас на предприятии. Глубина бурения от 500 до 1350 метров. Управление автоматизировано, его регулируют переключатели на пульте. Аналогов ему нет даже в импортных машинах. А программой можно управлять с мобильного телефона из отдаленных территорий. Встроенные автоматические датчики предотвращают возможные аварийные ситуации. Внутренняя часть кабины утепленная, что позволит вести работы в суровых погодных условиях. Алтайскую разработку высоко оценили гости презентации. Эксперты из Москвы, Урала и Казахстана. Компактный, легкоуправляемый. Я бы сказал, что очень хороший станок современный. Это отвечает нашим сейчас требованиям. Руководство Алтай Геомаши намерено и дальше расширять модельный ряд установок и оборудования, внедряя собственные разработки. Для различных скважин, для различных направлений бурения, глубин бурения, надо иметь линейку машин, которые будут обеспечить все эти вещи с наименьшей себестоимостью. Значит, сегодня завод к этому стремится и сегодня на заводе практически эта линейка есть. О повышении конкурентоспособности и совместном развитии отрасли поговорили уже в ходе круглого стола. Руководство Алтай Геомаша готово выйти на серийное производство машин. Для этого у завода есть все необходимые мощности. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Завтра в крае резко похолодает. Почти на всей территории региона пройдут дожди. Всего плюс 15 ожидается в Тальминке и Каминаби. 17 градусов выше нуля в Заринске и Кулунди. Около 19 тепла в Бийске. В Барнауле ночью до плюс 15, днем 17, выше нуля юго-западный ветер и дождь. А у меня на этом все новости. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Всего вам доброго и до встречи. Иван Березин воевал на Калининском и Первом Прибалтийском фронтах. Отличился в боях Витебской области Белоруссии. В 1944 году ночью под ураганным огнем противника переплыл реку Западная Двина, подполз к пулемету врага и уничтожил расчет гранатой. Тем самым открыл переправу своему подразделению. В этом же бою утонул. Звание Героя Советского Союза присуждено посмертно. Степан Киселев воевал на Северо-Западном, Юго-Западном и Третьем Украинском фронтах. Четырежды был ранен. В 1943 году лейтенант вместе с ротой переправился через Днепр, захватил участок траншей и отразил три контратаки противника. В этом бою был дважды ранен и только после второго ранения вышел из строя. За мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин